Этот малыш был найден на севере Китая. Прохожий не сразу понял, почему животное идет опустив голову вниз, но когда присмотрелся, был в шоке. На ее шее висело металлическое кольцо, которое не давало ей нормально двигаться. Подойдя поближе, он увидел, что собака уже не в состоянии стоять на лапах и двигается из последних сил. Он попытался самостоятельно снять кольцо с шеи собаки, но у него ничего не получилось. Тогда человек немедленно связался с местной службой спасения, так как если бросить собаку в таком состоянии, она скорее всего бы погибла. Мужчина остался с собакой до приезда спасателей. Попытался ее покормить, но собака даже не смогла есть. Когда на место прибыли спасатели и сотрудники приюта, они сделали предварительный осмотр. Кто надел ей это кольцо на шею и для чего, пока было неизвестно. Понятно было одно, надели его давно, когда малыш был маленький, так как теперь его было снять невозможно. Собака продолжала расти и кольцо причиняло ей боль. Если все оставить так, то скорее всего она погибнет. Пришлось прибегнуть к помощи пожарных. К счастью для собаки, они откликнулись на призыв о помощи и выслали бригаду. Собака очень нервничала и не лежала спокойно, поэтому ей пришлось дать снотворное. Малыш крепко спал, а пожарные приготовили электрическую пилу. Нужно было действовать очень аккуратно, ведь любое неловкое движение могло навсегда травмировать собаку. Наконец, когда они сделали максимальный надрез, дальше пришлось прибегнуть к ножовке по металлу. Всего на эту спасательную операцию ушло больше двух часов. Когда это кольцо удалось успешно срезать, без вреда для собаки, пожарным аплодировали как сотрудники приюта, так и прохожие, наблюдавшие за этим невероятным спасением. Все это время собака спала и ничего не почувствовала. Когда малыш проснулся, он уже был в приюте и его осматривал ветеринар. К счастью, кольцо не повредило шею собаки и не передавило артерии. Первым делом его хорошенько накормили и напоили. У собаки был прекрасный аппетит. Сколько дней он уже не ел, одному богу было известно. Как рассказали сотрудники, он радостно завилял хвостом и начал бегать, облизывая всех, кто попадался ему на пути. Ему дали кличку Чаки. Как только малыш придет в себя, ему начнут подыскивать новый дом, а с таким прекрасным характером он найдет его быстро. Так как он долгое время жил на улице, ему необходима была реабилитация и научиться жить в доме среди людей. Сотрудница приюта взяла его к себе на передержку, чтобы помочь псу адаптироваться к новой жизни и навсегда забыть, что такое холод, голод и боль. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.